Вегетативная нервная система Вегетативная система – это какая-то автономная деятельность организма, которая контролирует работу внутренних органов, систем всего организма. И вот эти нервные волокна, вегетативные нервные системы расположены во всем теле, от кончиков пальца до центра мозга. Но центры этой вегетативной нервной системы, которые управляют нами, они находятся в среднем и промежуточном мозге, а также в спинном мозге. И вот эти нервы, которые выходят из этих центров, принадлежат двум группам. Я уже говорил, это симпатическая и парасимпатическая нервная системы. Как говорится, нервы повсюду и все проблемы от неумения управления вашими нервами, вашей вегетативной нервной системой. Но парасимпатическую, парасимпатическую систему вы посмотрите в других роликах. И ведь вот эти наши нервы больше частью много расположены в брюшной полости. Вот я показываю некоторые точки. Не вот те точки, которые там говорят чакры и все остальное. Они даже про нервы не знают, но есть некоторые точки, которые соединяются нервные узлы, так называемые. И вот здесь расположено в нервных узлах много жестонервных, нервных сплетений. Например, они вдоль аорты, вот солнечное сплетение. Также нервные сплетения в грудной клетке. Они регулируют функцию сердца и легких. Мы будем говорить, как можно неким массажем воздействовать или онкопуктурой на эти точки. Ведь наша вегетативная система состоит, как я уже говорил, гипоталамуса, гипофиза, блуждающего нервы, нервных ядер, которые расположены в основном в затылочной части. И они отвечают за контроль головы. Вот отсюда головные боли. За крестцовые ядра, которые отвечают за возвращение крови к сердечной мышце. Есть сердечные сплетения, которые обеспечивают сердечные толчки. Я еще раз повторяю вот эти грудные и нервные сплетения, я отдельно поговорю про них. Так вот, некоторые поясничные нервные сплетения. Помните у вас там люмбага и всякие нервные проблемы в позвоночнике? Называем это астентохондроза, да, многих других явлений. Все это регулирует функции сердца и кровеносных сосудов. Поэтому, когда вы при занятиях спортом начинаете воздействовать на кровопоток, а артерии, они как и сердце помогают прокачивать кровь, и вот здесь вы воздействуете на сокращение нервных импульсов, которые сокращают сердце быстрее, лучше работают, расширяются кровеносные сосуды. В это же время наша нервная система усиливает дыхание, чтобы кровь больше насыщалась кислородом и несла кислород к мышцам, на те мышцы, к которым приходится большая нагрузка. Вот поэтому выходит, что вот эта вегетативная нервная система сама себя регулирует. Мы же не следим за этим, о чем только что я перечислил. И она регулирует даже нашу температуру тела. Избыток тепла уделяется интенсивным кровообращениям, отсюда потение. Но когда нарушается взаимодействие частей вегетативной нервной системы, вот почему наши советские врачи говорили, вегетососудистая дистония. Ухудшается самочувствие. Развиваются тяжелые заболевания. Вот она, психосоматика. Отсюда бессонница, головная боль, боли в желудке, какое-то напряжение в теле, ощущение давления на сердце, даже обмороке. Вот все это и указывает на отвратительную работу вашей вегетативной нервной системы, сосудистой системы. А это потери качества жизни. А это страх за самого себя. Частая причина бессонницы – это нарушение функций вегетативной нервной системы. А мы тут начинаем пугаться. Или вот, например, вы перед сном поели тяжелую пищу, нервная система начинает стимулировать и желудок, и кишечник, и сердце. И система сосудов приходит в некоторую активность. А вы же не можете волей перестать это функционировать. И вот отсюда, отсюда получается и бессонница, или выброс адреналина при страхе. Но я вам точно скажу, что существует множество волевых регуляций вегетативных функций с помощью специальных приемов внушения и самовнушения. И это мы будем использовать в наших психологических практиках. Посмотрите, йоги добились такого влияния на свою вегетатику, что останавливает сердце, такой теплообмен увеличивает, что на морозе мокрые простыни сушат своей спиной. То есть вегетатика поддается некоторой волевой регуляции. Но нужны знать приемы, техники. И это в основном внушение и самовнушение. Так что, друзья мои, вот здесь я вам помогу. Помогу получить возможность в той или иной мере регулировать вот эту непредсказуемую, а точнее стабильную вегетативную нервную систему, если вы ее, как говорится, держите в порядке. Проводите ТО, смазываете и ведете здоровый образ жизни. Так что, друзья мои, мы с вами на связи. Смотрите мои ролики. Там очень много различных упражнений, которые помогают этому. Да, обращайтесь ко мне по скайпу из любой точки земли. Приезжайте в Сочи. Мы с вами будем работать. Так что, друзья мои, качество жизни в наших руках.